Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Без дружеских объятий, в масках и перчатках. Самарские выпускники получили аттестаты о среднем образовании. Учебный полет, обернувшийся трагедией. Военная прокуратура начала проверку по факту падения самолета Як-52. Тренажеры, игровой комплекс и беседка. В Красноглинском районе благоустраивают двор по национальному проекту «Жилье и городская среда». Выпускники самарских школ получили аттестаты о среднем образовании. В этом году долгожданное торжество проходит в необычном формате. На вручение пригласили только отличников, которые были обязаны соблюдать социальную дистанцию. С каким настроением будущие студенты покидают школу, узнали наши корреспонденты. Праздничные ленты, воздушные шары и обязательная дистанция в полтора метра. Особенность выпускного 2020 – никаких дружеских объятий. Свой необычный выпускной запомнят на всю жизнь, признается Полина Травкина. Девушка планирует стать экономистом и главное испытание – экзамены еще впереди. К ним в этом году готовят дистанционно. Конечно, удобнее и веселее, когда все вживую происходит, но учителя постарались и онлайн на уроке тоже проходили хорошо. Мы подготовились к ЕГЭ и уверены, что мы сдадим его на 100 баллов. Выпускников Самарской области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона пожелал молодым людям реализовать все грандиозные планы, ведь перед ними сейчас открываются большие возможности. Губернатор напомнил, что в России реализуются национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Они направлены на развитие государства, общества, в том числе системы образования. Кроме того, особое внимание детям и семейным ценностям уделяется в поправках к главному закону страны. Никогда не опускайте руки. Пусть ваши желания, ваши мечты непременно сбываются. А мы поможем сделать так, чтобы для этого были все условия. Вы знаете, что в нашей стране реализуются национальные проекты. Это самые главные проекты, направленные на развитие нашего государства, общества, и в том числе системы образования. По высказыванию президента страны Владимира Владимировича Путина, мы должны создать условия для каждого ребенка, для каждого человека, условия для его самореализации. Аттестаты получили выпускники лицея информационных технологий. Торжество также прошло с соблюдением всех мер безопасности. Я справился со всеми трудностями. Запомнил навсегда, наверное, это учебное заведение. Самое яркое, наверное, это мои друзья, с которыми я проучился 11 лет. Это тот толчок для правильной взрослой жизни, который нужен был мне. Я очень благодарна этому лицею. Это очень трогательно, это очень здорово в такой день всем собраться, что все-таки нам выдают все вместе аттестаты. И я очень буду скучать по самлиту. Свидетельство о среднем образовании выпускникам вручила глава Самара Елена Лапушкина. В зале собрались только отличники, которые претендуют на золотую медаль. Лицей стал для них хорошей научной школой, и они всегда смогут найти себе применение на своей малой родине. У вас прекрасный старт. Воспользуйтесь этим шансом и не упустите его. Расправляйте свои крылья, пусть они будут мощными, сильными. И всегда, чтобы вы вспоминали свое первое учебное заведение с любовью. Ну, и очень хочу вам пожелать оставаться в Самаре. Вот нам такие очень нужны. В 58-й Самарской школе дипломы выпускникам вручил председатель Городской думы Алексей Дегтев. Нет сомнений в полученных, прочных знаниях. И хочется пожелать ребятам реализовать себя уже, конечно, дальше при поступлении для получения профессии. И для этого тоже созданы все условия в этом году. Принято решение президентом уже с этого года на задание в высшей школе максимально увеличить количество бюджетных мест. И это правильно. Это даст возможность выбрать для себя правильный вуз. В этом году в Самаре аттестаты получили 10 тысяч выпускников девятых классов и 5 тысяч одиннадцатиклассников. Конечно, сегодня такая необычная обстановка. В масках медицинских, соблюдая дистанцию, каждому ученику мы будем вручать никаких массовых мероприятий. Сбору большого количества выпускников недопустимо. Сдавать ЕГЭ выпускники в этом году начнут 3 июля. Проводить его будут также в условиях ограничительных мер. Участники экзамена должны будут находиться в помещениях в перчатках и масках, а также соблюдать дистанцию. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Военная прокуратура устанавливает причины падения самолета Як-52 у села Бобровка. ЧП произошло 13 июня. В аварии погибли два человека. 56-летний инструктор Дмитрий Швайков и 18-летний курсант Алексей Баранов. Оба состояли в аэроклубе ДСА, в котором принадлежал самолет. По предварительной информации, пилоты выполняли плановый учебный полет. Самолет перед этим проверили. В аэроклубе предполагают, что курсант, находившийся за штурвалом, не справился с управлением и уронил машину на землю. Причины происшествия устанавливаются. В настоящее время могу сказать о том, что военной прокуратурой Центрального военного округа с привлечением военной прокуратуры Самарского гарнизона проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов. В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины данного авиапроисшествия. Обстоятельства, которые способствовали его наступлению. По результатам будет принято процессуальное решение. Один из погибших, 56-летний инструктор Дмитрий Швайков, был опытным пилотом. Его стаж полета превышал 4000 часов. В 2016 году ему удалось спасти машину от крушения. Тогда, 4 года назад, после участия 7 ноября в параде памяти, его самолет отправился на аэродром. Но добраться до него так и не вышло из-за неисправности двигателя. Пилоту пришлось садиться на реку Татьянку, чтобы уберечь жилые дома от падения самолета. В тот день никто не пострадал. Усилить контроль за соблюдением масочного режима поручила сегодня глава Самары Елена Лапушкина, руководителем внутригородских районов. Сегодня на рабочем совещании она обратила внимание участников на то, что некоторые торговые предприятия пренебрегают требования безопасности. Хотя послабление режима повышенной готовности предусматривает всеобщее использование средств индивидуальной защиты. Еще одним важным вопросом, который был рассмотрен сегодня, стало обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан. В частности, город должен в плановом порядке выполнить обязательства по закупке квартир для детей-сирот. Ольга Владимировна, давайте вернемся к сиротам. 3-4 квартиры в этом году уже предоставлены. Правильно я услышала в докладе? Да. Осталось у нас с вами? Еще 164 квартиры должны быть. 164. Что у нас с квартирами? Пожалуйста, держите на контроле. 164 – достаточно большое количество детей. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 106 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 3910. Такие данные в понедельник, 15 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 42 пациента в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 1931 человека. Трое пациентов скончались за прошедшие сутки. Число летальных исходов в регионе достигло 49. В Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима. Несознательным горожанам грозит административная ответственность. Представители департамента транспорта совместно с добровольной народной дружиной прокатились на автобусе и на трамвае и проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. В рейд отправилась и Елена Малютина. Выходя из дома, Сергей Фомичев всегда надевает медицинскую маску. Говорит, от сознательности каждого человека зависит, насколько быстро закончится режим самоизоляции. Расслабляться не стоит. Надо все-таки во что-то верить. Дело в том, что предсказания всякие, все научные тоже, все исследования тоже подтверждают, что все-таки будет и вторая волна, и третья волна. Поэтому здесь расслабление неуместно. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, все жители в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты, в том числе и в общественном транспорте. Иначе им грозит административная ответственность и штраф от одной до 30 тысяч рублей. Представители департамента транспорта совместно с добровольной народной дружиной проверили, соблюдают ли пассажиры масочный режим. Как выяснилось, большинство граждан дисциплинированы. Большей частью пассажиры соблюдают при напоминании о том, что надо надеть маску. В основном все маску надевают. Те, кто категорически отказывается, то есть вплоть до того, что автобус или трамвай или троллейбус останавливается, пассажиров высаживают, потому что кондуктор таких пассажиров не обелечивает. Но, повторяю, такие случаи крайне редкие. Добровольцы народной дружины проводят с самарцами разъяснительные беседы. Рассказывают, как маска может защитить от коронавируса. На данный момент у нас на постоянной основе как и на транспорте, так и в скверах, парках, аллеях происходят профессиональные беседы, то есть профилактические, с целью как раз-таки напоминания гражданам о социальной дистанции. Если это какие-то закрытые помещения, то это получается у нас масочный режим. То есть вот эти памятки как раз помогают нам в объяснении всех этих мер. Кондукторы и водители в общественном транспорте также находятся в средствах индивидуальной защиты и напоминают самарцам о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. За дисциплиной персонала на линиях также организован контроль. Своим примером мы хотим показать всем пассажирам, что необходимо соблюдать масочный режим. Водители и кондукторы показывают это, надевая маску в рейсе. Весь подвижной состав обрабатывается специальным составом, одобренным Роспотребнадзором. Работа с населением проводится. Всем им говорится о необходимости использования средств индивидуальной защиты при поездке в общественном транспорте. Вот пользуясь случаем хочется обратиться к пассажирам. Берегите себя и своих близких. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты при поездках в общественном транспорте. Все транспортные средства проходят дезинфекцию. Сотрудники предприятий тщательно протирают сиденья, валидаторы, поручни и двери. Неравнодушные самарцы могут оказать содействие в соблюдении требований Роспотребнадзора. Если вы стали очевидцем нарушения режима повышенной готовности, а именно масочного режима и социального дистанцирования, сообщите по телефону горячей линии, указанном на экране. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Самара присоединилась к всероссийской акции «Продуктовая помощь». Волонтеры федерального проекта «Мы вместе» и социальные работники доставляют продуктовые наборы для одиноких людей преклонного возраста, которые сейчас остаются в самоизоляции. Подробнее расскажет Елена Малютина. Крупы, мука, подсолнечное масло, печенье, спички и мыло. В пакетах, которые развозят активисты, есть все самое необходимое. Волонтер Роман Губарьков говорит, во время пандемии коронавируса помощь одиноким людям особенно важна, чтобы они не были вынуждены выходить из дома и рисковать своим здоровьем. Особенно в нынешней ситуации, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, оставленными наедине с собой, чтобы они всегда знали, что мы готовы оказать помощь, протянуть руку, поддержки. Поэтому акция очень важна. Волонтеры при передаче продуктового набора строго соблюдают все меры безопасности. Они обязательно надевают маску, перчатки и дезинфицируют руки. Пакеты передают, не заходя в квартиры. Валентина Михайловна, волонтерская помощь. Откройте, пожалуйста. Валентина Михайловна, как и тысячи других самарцев старше 65 лет, несколько последних месяцев живет в режиме самоизоляции. Гостей не приглашает, сама из дома не выходит. Дверь открывает лишь социальному работнику и волонтерам. Проявляйте заботу. Спасибо вам. Всем низкий поклон. Всем большое спасибо. По федеральному проекту «Мы вместе» волонтеры доставят одиноким людям старше 65 лет 14 600 продуктовых наборов. Елена Малютина, Максим Гусев. События. В Самаре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». В этом году он проходит дистанционно из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, популярность не потерял, а напротив. Заявки на участие подали 367 человек. Это почти на 70 человек больше по сравнению с предыдущим. Каждый участник представляет свою добровольческую инициативу, оценивает работы профессиональное жюри. Подробнее расскажет Мария Левина. Все это направлено на достижение нашей главной цели. Лучший поиск – это тот, которого не было. Будьте с нами. В семье Рудометкиных у оба родителя – волонтеры. Дарья вместе с мужем – добровольцы проекта «Лиза-Алерт». Муж занимается поиском пропавших, а Даша делает все, чтобы несчастных случаев было как можно меньше. С помощью игровых квестов, презентаций и мультфильмов малышей их родители обучают основам безопасности. В прошлом году команда проекта провела почти 400 профилактических мероприятий. Лекции прослушали свыше 10 тысяч человек. У меня у самой двое детей. И на самом деле это очень страшно, учитывая, какая статистика. То есть в год в России пропадает около 15 тысяч детей. 80% находят живыми. Около тысячи детей находят погибшими. Еще около 10% не находят. И на самом деле, когда у тебя свои дети, и ты видишь вот эти истории, ну, предотвратить проще, чем потом искать. Конкурс «Добровольцы России» проходит в десятый раз. В этом году из-за эпидемиологической ситуации региональный этап, в который входит защита проектов, в режиме онлайн. Из Самарской области заявки подали 367 человек. В конкурсе 14 номинаций. В этом году появилось новое для волонтеров акции «Мы вместе», которые помогают пожилым людям во время самоизоляции. Грантовый фонд состязания – 90 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. У нас подключаются примерно 15 участников, а в каждой номинации где-то по 30 участников. То есть защита разбивается на два блока в каждой номинации. В течение пяти дней у нас проходят защиты. И в день примерно по 40-50 участников защищают свои проекты. Пять важных критериев. Самое главное – выявить актуальность и проблемы, над которыми будет человек работать над проектом. Вовлеченность граждан в добровольческую деятельность – это немаловажно. Результаты – количественные и качественные. Инновационность проекта и связь. То есть логика в проекте, какая цель, задача и основные результаты. В июле лучших участников регионального этапа ждет полуфинал. Он пройдет на окружных формах по всей стране. А в конце года, в День добровольца, 5 декабря, лучший волонтер страны получит награду из рук президента Владимира Путина. Это будут средства на реализацию собственного проекта. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Детский игровой комплекс с антитравматическим покрытием, уличные тренажеры и беседка. В Красноголинском районе Самары по адресу улицы Крайний, 11, благоустраивают двор по национальному проекту «Жилье и городская среда». Подрядчик выполнил 20% работ. Елена Малютина расскажет, что уже сделано, а что только предстоит. По улице Крайний, 11, детская площадка была с момента строительства дома. Игровой комплекс всегда пользовался популярностью у местной детворы. Советские качели постепенно вышли из строя, а земля на площадке в непогоду превращалась в грязь. Подрядчик убрал старые игровые конструкции, оставил только те качели, которые находятся в хорошем состоянии. Их перенесут подальше от инженерных сетей и, соблюдая все требования, построят новые игровой и спортивные комплексы. Жители 11-го дома следят за ходом работ по благоустройству площадки. Инженерные сети запретили, потому что проходят очень близко трубы отопительные. Могут и лопнуть, и могут и горячая вода полиции, и детей может обдать. Поэтому решили немножко отойти от этих труб и сделать в середине спортивную площадку. Ну, там будут обновления, там будут новые тренажеры, новые качели еще нам поставят, беседку поставят нам. Так что, ну, мы довольны. Сотрудники подрядной организации готовят грунт для укладки асфальта и специального антитравматического покрытия на детской площадке. Параллельно идет обустройство тротуара. Здесь укладывают щебень, после чего установят бордюр. По словам подрядчика, работы идут с опережением графика. За две недели специалисты выполнили 20% работ. Сделаем тротуарную дорожку, потому что у нас привязка идет. То есть детская площадка будет привязана к дорожке. Сначала сделаем тротуарную дорожку, потом детскую площадку. Если погодные условия не используют, то мы в течение двух недель, я думаю, мы закончим эту работу. В дальнейшем уже будем строить детскую площадку рядом с этой тротуарной дорожкой. Благоустраивают детскую и спортивную площадки по федеральной программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». Жители 11-го дома подали заявку на участие, а потом помогали в разработке дизайн-проекта. Естественно, учитывалось мнение жителей, то, что они хотят. Сначала мы тут собирались площадку спортивную делать, ворота футбольные. Потом жители пришли к нам, сказали, давайте мы хотим тренажеры. Больше хотим в этом направлении. И поэтому переиграли чуть-чуть заявку. Все работы подрядчик планирует завершить до 31 августа. По федеральной программе формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда» в Красноглинском районе Самары благоустроят еще четыре двора. Елена Малютина, Максим Гусев, События. В Самаре 12 июня отметили День России. Торжества охватили весь город. По площади Куйбышева военные 2-й общевойсковой армии прошли торжественным маршем. Волонтеры на набережной на Ленинградской раздавали жителям ленточки-триколоры. Жители Самары на фасадах домов вывесили российские флаги. И, конечно, не остались без подарков многодетные семьи. Губернатор Дмитрий Азаров передал им в подарок ноутбуки. Чтобы ребята смогли поучаствовать в региональном онлайн-проекте «Прокачай лето», где для них приготовили образовательные и развлекательные программы, губернатор Дмитрий Азаров вручил им в подарок ноутбуки. Из-за эпидемиологической обстановки в регионе встреча прошла в режиме онлайн. Рад, что имею возможность поздравить всех вас с нашим праздником, с Днем России, с Днем нашей великой, прекрасной, необъятной Родины. Я очень рад, что этот праздник все расширяется, приобретает новые традиции. И, может быть, одной из таких традиций станет наша с вами регулярная встреча. Да, конечно, хотелось бы, чтобы мы встречались не в режиме видеоконференц-связи, а очно, лично. Ничто не заменит никакие компьютерные технологии человеческого общения. Ноутбуки в подарок в этот день получили шесть многодетных семей, проживающих в регионе. К поздравлениям губернатора в этот день присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина. Она сказала, что залогом совместных успехов всегда будут любовь к родному городу и своей стране. Поздравила самарцев с одним из главных государственных праздников и пожелала им крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия. Площадь Куйбышева в этот день стала главным местом торжеств, посвященных Дню России. Военнослужащие 2-й гвардейской армии прошли торжественным шествием с флагами и воздушными шарами цвета российского триколора. В День России во всех районах Самары на балконах жилых домов были развешаны государственные флаги. Всего на фасадах здания красовалось более тысячи триколоров. К флэшмобу присоединились и житель дома по адресу Максима Горькова 103. Отдыхающие говорили, для них День России один из важнейших праздников страны. Российское государство было образовано как Российская Федерация. Это для меня признак того, что государство может существовать как государство именно. Самостоятельная единица вне зависимости от своего не всегда удачного прошлого и с намерением на положительное будущее. 12 километров автопробега по Самарским дорогам. Любители автоспорта так отметили День России. Колонна в сопровождении полиции сделала круг по городу и вернулась на стоянку стадиона Самара-арена. Сергей Кизоркин прокатился вместе с ними. Рустам Ахмедянов за рулем автомобиля родился, шутят его друзья по Федерации любительского автоспорта. Он один из организаторов соревнований по дрифту и дрэк-рейсингу в Самаре. Когда узнал о возможности принять участие в автопробеге, сразу согласился, тем более, что посвящен он был Дню России. Патриотизм, наверное, все-таки, любовь к родине, к ближним. Опять же, проявляется помощь, взаимовыручка. Лучше воевать на спортивных аренах, чем на войне. Федерация любительского автоспорта отмечает День России автопробегом по Самарским дорогам уже 10-й год. На этот раз каждый автолюбитель и его пассажиры, кроме триколора, получили от организаторов еще и средства индивидуальной защиты. Безопасность прежде всего, отмечают автолюбители. Маска, российский флаг и полторы тысячи любителей автомобильного спорта – это все, что нужно, чтобы организовать автопробег в День России. Сначала организаторы планировали ехать от стадиона Самара-Арена до площади Куйбышева, но затем решили закольцевать трассу на проспекте Масленниково. Более 300 автомобилей, организованной колонной в сопровождении полиции, проехали по Московскому шоссе и Новосадовой со скоростью 40 км в час, соблюдая все правила дорожного движения. Я думаю, что мы пошумим немного, наверное, сигналами, помашем флагами. Обязательно. В этом году, да, это самое большое количество автомобилей в пробеге. Такими пробегами самарские любители автоспорта отмечают не только День России, но и другие государственные праздники, например, грядущий День народного единства. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова